Девушки отдыхают Василий Петрович, что сидим-то? Выходим из лимузина. Выходим, выходим. Так, стоим здесь. Носочки ровно. Глаза закрыли, открыли. Так лучше. Пойдем. Идем, идем, идем. Здесь вас встречает командир почетного караула. Нешаналовный, пан президент. И бла-бла-бла. Жмете ему руку. Жмете, жмете. Отлично. Идем дальше. Не сутулимся. Нет. Красиво. Подбородок выше. Улыбочка. Обычная легкая президентская походка. Да, человек. Получится, получится. Все сделаем. Осторожно. Ступеньки. Три штуки. Завтра тоже три будет. Я понимаю. Гардемарины. Кадеты, красавцы. Завтра упадешь. Не забудем. Проходим. Подбородок выше. И сутулимся. Так вот здесь стоп. Да. Замечательно. Улыбка. Ага. Подбородок выше. Еще выше. Еще. Ух ты. А, люстра. Красивая. Впечатляет. Да. 8 миллионов евро. Да. Первый президент купил на аукционе. Мещанство. Может, позавтракем? А, спасибо. Я не голоден. Ну, как хотите. Я с удовольствием. После. И поднимаемся по лестнице. Да. Здесь завтра будут гвардейцы. Улыбаемся. Идем ровно по мраморным ступенькам. Кстати, итальянские древние. Да. По ним еще сама Мария Антонна-то поднималась. Куда? Да. На казнь. А, кстати, люстра была раньше серебряная. Да. Сейчас золотая. Дефолт 2008 года. Помните? Конечно. Вот он. Да. Идем. Ровная спина. Дышим. Да, дышу. Кстати, хорошо дышу. Хорошо, да. Семь уровней очистки. Да. Да. У Обамы шесть, кстати. Ну, интересно. Любил символизм. Привет. Да, да. Так. Ух ты. Птичка Янукович. Сам дурак. Работает. Да. Идем дальше. Да. И вот здесь стоп. Да. Постоим на красной книге. Как это? 17 пород редкого дерева. Да вы что? И на балкончик. Прямо? Да. Выходим. Здесь гости. Депутаты. Машем ручкой. Машем-машем. Благословляем. Другой работа осталась. Глаза закройте. Откройте. Да. Все-таки так лучше. Я люблю свою страну. Люблю свою жену. Люблю свою собаку. Я всего на свете член. Почти что супермен. Но редко лезу в драку. Знает весь двор. Мой приговор. Слуга народа. У меня почти все есть. Достоинство и честь. И даже крики «Браво». Персональный самолет мне выделил народ. А что имею право на животу? Вот тут. Набью тату. Слуга народа. Гвардейцы открывают дверь. Фанфары, аплодисменты. И пошли. Вспышки, вспышки, вспышки. Секунд 20. Несложно. Улыбаемся. Да. Улыбаемся. Над улыбкой поработаем позже. И подходим к трибуне. Есть. Господин президент. Да. Кто из нас господин президент? Я. Замечательно. Так может, к лесу передам? Поведяйся, поведяйся. Я волнуюсь. Подходим к трибуне и читаем речь. Еще и речь. Да, хорошо. Шановне спифичи. Шановне. Извините, это мой бок. Необходимо размять речевой аппарат. Для начала давайте. Бда-бди-бдо-бду. Бда-бди-бдо-бду. Вот замечательно. Бда-бди-бдо-бду. Вот так. Скороговорки. Значит, оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. Вот так быстро вылазнула. Оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. Орешки. Я не хочу, спасибо. А, да. Зачем? Оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. А, да, хорошо. Как греки. Ага. Оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. Оппозиция ломировала, ломировала, да не вымирала. Прекрасно. Усложни. Давайте. Ехал гепа через реку, видит гепа в реке рак. Сунул гепа дупу в реку, рак за дупу гепу цап. Ехал гепа через реку, видит гепа в реке рак, сунул гепа дупу, дупу в реку, рак за дупу гепу цап. Прекрасно. Спасибо. Замечательно. Теперь моя любимая. Да. Шёл Ляшко по шоссе и... И что? И всё. Размяли речевой аппарат, орехи долой, читаем речь. Да. Попробую. Фух. Шановные спиви... Слушайте, а можно я вместо шановных спивячизники скажу дорогие украинцы? Как-то ближе... Да, конечно. Дорогие украинцы. Неплохо. Только не надо бубнить себе под нос. Дорогие украинцы. Отлично. Можно погромче. Дорогие украинцы. В то же время и кричать не надо, это необязательно, да. Дорогие украинцы. Вот это слишком быстро. Понял. Чуть размереннее. Дорогие украинцы. 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 Да, может быть я тогда лучше своими словами. Василий Петрович, миленький. Послушайте. Поверьте моему жизненному опыту. Любая отседательна заканчивается попередниками и кровосесиями. Так что, давайте строго по тексту. Пожалуйста. Ладно. Дорогие украинцы! А ты-баты пришли сваты до нареченной дохоты. Не катите нам гарбуза! Голосуйте дружно за! Вы свидетели его вышли? У вас товар, у нас купец. У вас же девчина, а у нас молодец. Ничего не понимаю, а вы кто? Мы батьки Славика. И пришли засватать вашу Наталочку. Засватали девчиноньку. Спасибо. А ничего, что полгода назад ваш Славик ее бросил? И девочка полуживая. Ходила ничего? До сюда. Скажи, хотевши оказать. Наташа, я совершил ошибку. Слушай! Наташа, я совершил ошибку. Прости меня, пожалуйста. Ага. Сейчас. Ну пожалуйста. Все, Славик. До свидос. Ну пожалуйста. Извините. Заждите, пожалуйста. Але ж у вас еще одна незамежная голубка есть. Засватали девчиноньку. До свидания. Мама. Ты это видел? Не, ну... Что такое? А не что, что мы принца Гарри, как минимум, в женихи поджидаем? А они нам этого рахитного впаривают. Засватали девчиноньку. Пошли завтрак. Ну, а сейчас самая важная часть церемонии. Вы принимаете поздравления. Ребят, поехали. Что я должен делать? Ничего особенного. Улыбайтесь, кивайте, жмете руку. И главное, мало говорите, чтобы потом не пришлось много извиняться. Хорошо. Присадьте. Дамы и господа. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Встаем. Неужели сам? Hello. I'm glad to see you nice to meet you. Простите, я вас не понимаю. Кстати, я тоже не понимаю, зачем нам нужен Обама, если его не будет на инаугурации. Понял. Колят домой. Совсем не похож. Нет, не похож. Но мы просто хотели приблизить вас к реалиям. Присядьте. Дамы и господа. Ангела Меркель. Встаем. Аннет. Здрасте, Василий Петрович. Валя. Ну какое здрасте? Откуда здрасте? Ты бы еще шалом сказала. Дай мне Меркель. Меркель дай. Гуден Абен Хер Василий Петрович. Гуден Абен. Жмете руку. Мягенько. Мягенько. Она должна доминировать. От этого зависит размер помощи Центробанк Германии. А. Данки сон. Валя. Немецкий, надо подтянуть. Мне кажется неплохое такое баварское произношение. Ну присядьте. Спасибо. Дамы и господа. Саркази и Путин. При чем тут Путин? А при чем тут Саркази во Франции до Нового Ван? Извините. Прошлогодний список подсовнули. Так. Это Саркази. Ну как, свали. Путин. Потеряйся. Быстрее. Быстрее. Чтобы я не видел больше. Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Можно не вставать. А. Ох. Простите. Я на секунду. Алло. Оль. Это срочно или может подождать? Господин Президент. Я всего лишь хотела напомнить, что сегодня у вас запланирована неофициальная встреча с сыном. Но в силу своей природной забывчивости и свалившегося на вас грузоответственности, вы наверняка о ней забыли, да? Оль, я ничего не забыл. Немножко закрутился. Но уже выезжаю. Юрий Иванович, мы можем прерваться ненадолго. Мне нужно уехать. Куда? В сыном пообещал зоопарк. Олег. Сорок бойцов, пять снайперов, один вертолет. Два часа на подготовку. А проще никак нельзя? Ну разве что зверей сюда перевезти. Тогда час на подготовку. Хотя бы так. Выполняй. Спасибо. Круто мы отдыхали, да? И народу немного. Ну, пошла. Вперед. Что ты только есть? Вообще-то мы хотели пойти в сонопад. Сынок, ну я же не виноват, что дождь ваша. Ну и потом, может быть, все не так плохо. В Киевском зоопарке все животных меньше, чем здесь. Может, поиграем во что? Радость и печаль. Начинаем. Хорошо, Яночка. Назови самую большую радость этой недели. Ммм, ты стал президентом. Теперь ты почти самый крутой папа в классе. А почему это почти самый крутой? Просто папа Коваленко, водитель Доргина. Водитель Доргина, конечно, он меня сделал. Ну, у тебя уверенное второе место. Серебро – это неплохо. Поехали дальше? Да. Ммм, тревоги. А это правда, что ты будешь меня меньше любить? Все, Ммм, с чего ты взял? Ну, это кроме меня. Тебе придется любить еще целый народ. Димыч, несмотря на то, что я президент, я все тот же твой папа, а ты все тот же мой любимый сын. И я, конечно, люблю свой народ, но ты у меня будешь всегда на первом месте. Хочешь, поклянусь на конституции страны? Ладно, проехали. Да, теперь… Что? Сейчас. Что такое? Зовут, ехать пора. Наши мальчики. Под логисман. Немного задержались, извини, пожалуйста. Да, ничего. Василий Петрович, вы бы еще на встречу с сыном с ротой почетного караула пришли. Прости, пожалуйста. Положено по статусу. А шишек нам там по статусу не положено? Нет, нет. Да нет. Пап. Да, сын. А можешь ты на мой день рождения издать такой указ? Чтоб мама снова вышла за тебя замуж. Сыночка, это, ты знаешь, не вафа на компетенции. Он же президент. Нужно собирать пору. Нужно собирать пору. Это вы опять начнете ссориться, ругаться. Второго вашего развода моя психика не переживет. Поэтому лучшие ролики. Ролики? Да. Нормальный подарок. Договольный. Хорошо, я буду бежать у меня. Я тебе позвоню. Пока, Наша. Да. Счастливо. Нет, ну это капец какой-то. Он орёт и орёт. Когда у него уже эта батарейка сядет? Что мы с ним делать? Ну, Натусь, может выйдешь к нему? А вдруг и правду одумается. А-а-а, ща, доча не ведись. Это доча как папаша твой. Милицию надо вызывать. Да как хуй милицию. Вот и вся милиция. Петя. Шо Петя? Шо Петя? И чтоб художество вот эти с асфальта стёр. Весь двор своей любовью загадил. Нолгомонный какой-то. Да, он ещё и безграмотный. Наташа, выходи за меня через И. А шо, неправильно? Мама. Мы ужинать будем, а? Будем, будем. На дорогу. Да, да. Ома, а что пьянцевая тарелка? А, славика. Это я для Васеньки по привычке накрыла. Как он там наш дорогой? Да думаю с голоду не умирает, в отличие от меня. Мать, что застыло? Да, да. О, опять вареники. Ну, извиняйте, рябчиков нету. А Васька сейчас нибудь жируют, его там деликатесами с ложечки кормят. Итак, господин президент, чтобы ничего не перепутать. Да. Это вилка для основного блюда. Хорошо. Эти вилки для салата. Салат. Это для лимона. Это мидии и устрицы. Так с нас там много. Переходим к ложкам. К ложкам. Это ложка для супов. Это для спагетти. Спагетти. Это для десерта. Это для масла. Это для кофе и чая. Ну, с ножами просто. Это стейк, десертный, закуски для рыбы и профитролей. Ясно? Ну... Замечательно. Тогда приятного аппетита. ПОЕТ Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, Никидочка, не сияю сюда. Не спите? Василий Петрович, прошу прощения, как-то не сообразил сразу предложить. Может, хотите первую линию? Это как? Ну, как? Ну, вы беднее, можно так, можно... Вы что, Юрий Иванович, издеваетесь? Ну, правильно. Завтра сложный день. Причем тот день, Юрий Иванович? Ну, вы даете, конечно. До свидания. Василий Петрович! Ну, что еще? Ну, если передумаете, вот пульт. Кнопка 1 – Анжела, кнопка 2 – Виолетта, кнопка 3 – Эдуард. Юрий Иванович, какие кнопки? Я вам говорю, ничего не нужно, спасибо. Вы сами разберетесь, да? Вот пультик здесь. Да, я сам разберусь, пультик там. До свидания. Спокойной ночи. Ужас. Так, дача, шверть, да, шверть... Блин, как же, да, шверть... Столите тому... А мы почали, мы почали, да. Столите тому... Мы почали обдувати нацию. Господин Бразилий. Почему? Ну, что, что, Юрий Иванович? Ну, в самом деле. Юрий Иванович, Юрий Иванович. Юрий Иванович, ну... Уff, какие шверсти... Добрый вечер, Василий Петрович! Здрасте! Здрасте, господин Линкольн! Очень приятно. А как вы... А я вот зашел узнать, как дела. Совесть не мучает? Авраам, как вас по-батюшке? Можно просто господин президент. Господин президент, если бы по поводу этой речи, я не собирался ее воровать. Ну, тем более зачем. У вас прекрасный спич на ютюбе. Да. Я, правда, не понял некоторые слова. Вот это ПИС, это, вероятно, мир. А вот что такое детс, я не знаю. Как бы, состояние нашей страны. Мир? Детс. Ясно. Примерно так. Это как у нас Великая Депрессия. А, типа того. И? Что? Что будете делать? Где дела? Или ваш потолок 5 миллионов просмотров на ютюбе? Ну, во-первых, не 5, а 8. Вот, а вот второе. А знаете, а мы с вами очень похожи. Я тоже из простой семьи. Тоже вначале не верил в свои силы. Но я все-таки отменил рабство. Освободил миллионы людей в 1862-м, я помню. В Рагу. Василий Петрович, вы тоже можете освободить свой народ? Ну, у нас же рабства нет. А вы считаете, что для миллионов украинцев, которые каторшно вкалывают, чтобы обеспечить зажравшуюся, так сказать, элиту, их дома, лимузины, дачи, это не рабство? Что я могу сделать? Будьте самим собой, господин президент. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Президент Голобородько, по сути, еще не заступил на пост, но мы уже видим изменения. Так, впервые в истории инаугурация президента состоится не в Верховной Раде, где, напомню, сейчас продолжается ремонт, а в доме учителя. Безусловно, это очень символично, поскольку ранее Василий Голобородько работал именно учителем истории. Это катастрофа. У нас 47 международных делегаций, прямой эфир, СМИ. Как это он отказался? Так и сказал. Не нужна какая-то охрана. Кортеж. Сам, говорит, доберусь. Что мне было с ним делать? Машину и силком запихивать? Может, там случилось что-то? Дай бог. В смысле? Не дай бог. Для встречи президента на КРАО. Бул! Зачем нужен этот пафос? Какой нахрен пафос? Она изнутри не открывается. Пан Абрезидент, рода по-честной варте с нагодой, иннеграцией выжиганная. Начальник по-честной варте генерал-лейтенант Сидоренко. Здрасте. Жаль, здоровья. Дякую. Пани да панове, президент Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогі співвітчизники та гості України! Чверть століття тому ми почали будувати нову націю, зароджену у свободі, з вірою у рівноправність усіх громадян. Василь Петрович, ви вже знаєте, що скажете на інаугурацію? Сашко, яка інаугурація? Мене ніхто не обере. А вдруг виберуть? Будете потім бекать-мекать перед всією страною, а ми за вас краснеть. Хватить веселиться, у нас контрольная, пишите. Надо би порепетувати, Василий Петрович. Не буду я репетувати. Давайте. Что нужно делать? Руку на Библию. Руку на Библию? Библии нет, ребят. Ну, есть классный журнал, не Библия, но вещь тоже святая. Какую руку? Правую? Правую. Так, хорошо. Даже не знаю, с чего начать. Ну вот, я же говорил. Начните, как все. Пообещайте, что все у нас будет хорошо, что... Левченко, я ничего никому обещать не собираюсь. Правильно. Головне честно і своими словами. А в конце еще вот так сделайте. Оп! И вообще будет супер. Я обязательно так сделаю, после того, как ты мне наконец дашь реферат на тему у Запорожской сечи. Выбачьте. Можно я краще своими словами? Знаете, я простой учитель истории. Такая история. Учитель истории попал в историю. Забавно. Тут по плану я должен был вам всем много чего обещать. Но я... Я обещать не буду. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю. Но это пока. Я разберусь. Но я знаю одно. Поступать нужно так, чтобы потом не было стыдно смотреть детям в глаза. Ну и родителям. Ну и всем вам, конечно же. Осьце украинцы. Я вам обидяю. Осьце Дякую. Скоро выбирать его Субтитры создавал DimaTorzok